До сих пор десятки тысяч посылок приходят сюда, в отделении Иркутского Красного Креста. Люди со всей страны не остаются равнодушными. Только сейчас здесь находится более 8 тонн гуманитарной помощи. Всё это будет отправлено жителям Нижнеудинска и Тулуна, которые этим летом пострадали от паводка. Волонтёры Красного Креста ни на день не прекращают работать. Они разбирают посылки, сортируют вещи, предметы первой необходимости, продукты. Складываем химию в химию, стираемся в банк и в банк. Когда Иркутскую область накрыл паводок, в Иркутский Красный Крест пришло около 300 тонн гуманитарной помощи. Первым встал вопрос о доставке важного груза. Откликнулась российская логистическая компания, которая абсолютно бесплатно перевозила посылки в пострадавшие районы. Транспортная компания, которую перевозили бесплатно. Мы переадресовали либо в Тулуну, либо в Нижнеудинск, либо сюда в Иркутск и уже сами распределяли, что нужнее по запросам. Чтобы в чрезвычайной ситуации оказывать поддержку систематически, в Иркутской области стартует проект «Кнопка помощи». Создадут информационный портал, который даст возможность каждому неравнодушному, будь то волонтер или крупная корпорация, узнать, какая помощь необходима пострадавшим. А также, где и какие ресурсы хранятся на складах, кто сможет оперативно доставить гуманитарный груз. В планах запустить его в работу в ближайшее время. Решили создать так называемую «Кнопку помощи», где любой из организаций, любой человек, физическое лицо, либо эта корпорация могла обратиться к нам со своей помощью, которую мы направим в те или иные районы. Не надо будет часами и днями обзванивать всех знакомых, родственников, кто едет в тот или иной район, чтобы увезли тот или иной груз. Стихия непредсказуемая. Это доказывают летние события в Иркутской области. Поэтому, говорят основатели проекта, «Кнопка помощи» будет полезна для всех регионов, которые также не застрахованы от чрезвычайных ситуаций. И надеются, что такая информационная система реализуется во всей стране. Мадина Халикова, Артур Ощупкин. Новости сейчас. Мадина Халикова, Артур Ощупкин. Новости сейчас.